В своей повседневной службе эти служители закона распутывают хитрые преступные схемы и выходят на следы преступников. Сегодня они без привычной синей формы с погонами. Три дня следователи всей Беларуси будут бороться за право завоевать главный приз республиканских соревнований. На кону кубок и звание победителей. По обе стороны волейбольной сетки коллеги, защищающие правопорядок. Но сегодня они играют друг против друга. Ведь получить трофей может только одна команда. Эмоции самые положительные. Спорт сближает людей. Мы каждый день трудимся, стоим на страже закона. И когда люди здесь собираются поиграть в спорт. Каждый волейбол. Есть футбол, есть стрельба, есть шахматы. Каждый по интересам занимается. И вы не поверите, уже такой возраст и старший большой работой. А сердце барабанит так, как будто 20 лет. Вот честно, спорт это вообще изумительная вещь. Особенно волейбол. Когда это по удовольствию каждый. Чемпионат Беларуси среди сотрудников Следственного комитета проходит в третий раз. Дебют состоялся в 2012 году, когда в стране создали новую правоохранительную структуру. В Пинске участников принимают впервые. На старте команды из шести областей. В спорте среди следователей профессионалов нет. Они любители. Безусловно, такие мероприятия, они очень важны. В первую очередь, они сплачивают людей. Даже в плане знакомства уже понятно, что можно где-то какой-то вопрос решить намного проще, когда позвонишь тому, кого знаешь, кому видел, с кем сражался на спортивной площадке. Не говоря уже про то, что это действительно и дух, это и коллективизм, это закалка, это азарт, это эмоции. Поэтому такие мероприятия мы будем продолжать. Важность их это просто неоценима. Брещина, она всегда славилась тем, гостеприимностью, отрадно то, что именно здесь люди могут пообщаться, несмотря на то, что они будут соревноваться, но они будут общаться друг с другом. Они посмотрят в достопримечательности каждого города. Это тоже есть великое, наверное, благо того, что люди общаются, люди соревнуются. В итоге достигают положительных результатов как в работе, так и в спорте. Поэтому хочется всем пожелать удачи, здоровья и, конечно же, прекрасного настроения на Брестской земле. Явный лидер и победитель по итогам трех дней соревнований определятся уже в пятницу 22 мая. В Пинске пройдет церемония закрытия чемпионата республики. Пока вы смотрите этот сюжет в спортивном зале универсального комплекса «Волна», участники все еще зарабатывают себе очередные призовые очки или проигрывают соперникам.